Всем привет! Я решила отобрать сейчас ароматы и косметику на следующий год, так как кто смотрит меня давно, знают, что только осенью у меня Project Pen, так сказать, начинается. К сожалению, после Нового года я о нём совершенно просто-напросто забываю. Я смотрю видео, как у девчонок всё получается, как они новое создают, а сама ничего не делаю. И осенью начинаю собирать косметичку, и таким самым образом, потом летом, весной, зимой пользуюсь не тем, чем хотелось бы, чтобы хотелось закончить. И сейчас я решила всё-таки приобрести вот такой вот наборчик наклеечек разных, не знаю, хватит мне или нет, и эти наклеечки наклеить на косметику. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Сейчас я покажу первую часть. Это будут ароматы. Всё то, что вы видели, то есть данный аромат остаётся, остаётся. Просто теперь я решила не выбрасывать баночки, бутылочки, как я до этого делала, а как-то вести более, ну, скажем так, правильный отчёт. Я быстро показываю, потому что о этих ароматах я рассказывала. Ох, девчонки, всё-таки меня не мотивирует то, что я так быстро, скажем так, избавляюсь от пустых баночек. Я не вижу результата, прогресса, и, ну, это не даёт хороших результатов. И я сразу отобрала ещё ароматы. Я пересмотрела всю свою систему хранения. Девчонки мне советовали, рекомендовали приобрести какой-то шкаф, ну, как-то, в общем, организовать свою парфюмерию. Знаете, я сделала шкафчик, но туда не влазит вся моя косметика. Я совершила самую большую ошибку, которую вообще могла совершить я в этот шкаф. Поместила, девчонки, в общем, поместила туда люкс, нишу. У меня её не так-то и много, но она заняла всё место, особенно некоторые я храню в коробке, экземпляры. И что уж тут утаивать, получилось так, что ниша эта я не так часто пользуюсь, этот шкафчик простаивает. Я его открываю крайне редко, потому что я не могу себя заставить просто пойти в магазин и каким-то люксовым ароматом воспользоваться. И я, в общем-то, всё это достала и переместила обратно в коробке то самое хранение, которое у меня было когда-то на канале в видео. И сейчас я поместила на эти полочки, в этот шкафчик, бюджетную парфюмерию. То, чем я действительно часто пользуюсь, то, к чему у меня тянется рука постоянно. И освободила две полочки как раз-таки под коробочку с Project Pen. И теперь у меня ещё добавятся туда две коробочки. Но я их просто поставлю, я буду иметь в виду, что когда закончится, я могу воспользоваться чем-то из коробочки. А также, ну, скажем так, если мне захочется побаловаться, то возьму оттуда. Так, добавляю однозначно данный аромат. Так, крышечки, наверное, буду снимать, чтобы не зеркалили. Он подтекать стал, в общем, тут мокро. И я решила, что его нужно срочно добавить. Также у меня подтекает данный аромат. Так, крышечки параллельно снимаю. На самом-то деле я от них не буду избавляться в ароматах, которые ещё не в использовании. Такой будет в использовании ароматик. Такая вот огромненькая шайба, бульба. С таким красивым дизайном. Тоже хочу избавиться. Я знаю, что такие ароматы я люблю. И они у меня в ходу. И мне нравятся они. Также вспомнила, что у меня есть супербюджетная парфюмерия, которая там вообще за копеечки. Мне она нужна постоянно. Я люблю и на клавиатуру попрыскать. И вообще, ну, в общем, такая парфюмерия у меня уходит всегда. И в больших количествах. Так, дубли у меня много данной воды. И тут меньше половины тоже решила избавиться. Такой старичок тоже вот незаслуженно забыт мной. Тут уже на донышке можно было бы на него налечь ещё давно. Но как-то вот всё его откладывало. То жалко, то ещё чего-то. Там вот тоже старичок раритет отправляется в эту же кучу. Хотела не брать новую зарю, но у меня её слишком много. И дублей много. Поэтому возьму. Тот аромат, о котором я рассказывала в прошлый раз, ну, однозначно беру. Один из двух. В этот раз, в этот проект, я беру очень много, ну, по моему мнению, много ароматов вот в таких форматах. У меня их тоже немало. И, знаете, когда нужно что-то в сумочку бросить, я обычно достаю этот стаканчик, там много, ну, не стаканчик, а такая коробочка, там их много стоит. Хватаю вообще рандомно. И получается, что вот даже два одинаковых, ну, один отпит, второй чуть-чуть отпит. То есть я вообще никак не контролирую, каким я пользуюсь. Нужно было бы заканчивать хоть что-то, а не, так сказать, на всё налегать. Такой вот ароматик когда-то уже заканчивала, решила ещё закончить и этот дубль. Так, большой аромат Лола тоже решила закончить, так как он занимает очень много места. Это, ну, скажем так, не самый лучший аромат в плане места. Два ароматика. Ну, они мне что-то и нравятся, и не нравятся, я, в общем, решила их ввести тоже в этот проект. А там посмотрим. Ещё одну миниатюрочку нашла, решила тоже её показать. Наверное, стоит вывести её из коллекции. Далее, такой очень простой, лёгкий, ненавязчивый аромат, скажем так, аромат для дома. Ещё два ароматика когда-то. Я вообще обалдела от данной линейки. Мимозы у меня очень много в дублях. Я решила, почему бы ими дома не пользоваться и не наслаждаться этими прекрасными ароматами. Так, такой вот ароматик, кофеерик. Что сказать? У меня есть ещё один, поэтому, наверное, стоит уменьшить свою коллекцию на один. Ароматик, который не пойми, сколько там его внутри, скажем так. Дубль данного аромата. Решила всё-таки, что пора. Пришло его время. Нужно и перестать его беречь, и использовать его. Также очень старый ароматик. Ух, сколько же ему лет. Тоже решила, что нужно им пользоваться. Это Tris Wither Spoon Avon. Всё храню, храню. Вот, знаете, и потом боюсь, что надоест. Так, крышечку тоже сняла. Это у нас новая заря. Нужно, нужно пользоваться, потому что нравится мне данный аромат. Юпочка вот такая вот красивая. Тейван тоже и берегла, и, ну, не знаю, вот, знаете, зачем хранить то, что ты там бережёшь каким-то образом, не пользуешься, нюхаешь и хочешь пользоваться, пользоваться тем, что тебе не нравится. Также к этому относится такой аромат. Крышечки снимаю, хотя они не зеркальны, а это уже, наверное, машинально. Так, аромат, который я хочу использовать быстрее всего, это вообще непонятный какой-то аромат. Вот, купила его на Алиэкспресс, нужно, нужно его израсходовать, избавиться от него, как-то его применить для каких бы то ни было бытовых, возможно, целей.